привет друзья какое-то время назад мы с вами начали разбираться в теме управления нагрузками от сети переменного тока для начала мы с вами сделали ключ которым можно управлять как кнопочкой так и микроконтроллером можно сказать это было неким вступлением а потом мы с вами сделали естественно на основе получившегося ключа мы с вами сделали систему управления светом где в качестве органа управления выступал датчик движения и как бы банально все это не звучало на самом деле это максимально востребованные вещи среди самодельщиков особенно начинающих по крайней мере потому что штуки это полезные и их реально можно в своем быту применить и чему-то порадоваться они просто положить в ящик а еще то что мы с вами делали это по сути базис и основа для очень очень многого но сейчас пришло время двигаться дальше я думаю направление тут абсолютно понятно если раньше мы управляли нагрузкой исключительно в ключевом режиме то сейчас пришло время регулировать нагрузку а это значит что настало время делать диммер и первый диммер я хочу сделать абсолютно полностью аналоговым то есть без управления от микроконтроллера и на самом деле устройство очень простое но несомненно полезное и для различных экспериментов даже мне периодически такого под рукой не хватало я начал проект с того что нарисовал его схему и развел соответственно печатную плату кстати говоря схема очень простая мы обязательно с вами по ней пройдемся и разберем как тут что работает для того чтобы вы могли сами такие схемы проектировать а не просто брать их из интернета ну правда сделаем это мы в одном из следующих видео чтобы не портить художественную ценность текущего все-таки теория даже в легкой доступной форме нужно далеко не всем после этого я приступил к изготовлению печатной платы как вы мне правильно объяснили данный мой новый метод изготовления называется химический лут я не буду вдаваться в подробности метода потому что этому на канале посвящено целое видео на которое ссылка будет в описании скажу только что метод мне очень зашел из-за того что стопроцентный результат отсутствует брак даже незначительный брак отсутствует и самое главное что через две минуты работы с печатной платой я уже готов травить вы тут кстати вы можете заметить что есть один небольшой артефакт на тонере но перепечатывать я не стал потому что на плату данный артефакт никак не повлияет соответственно вот такая получилась маска я думаю вы видите отлично что хоть дорожки и толстые но все без изъян все очень хорошо прорисовалась кроме того артефакта который соответственно был у нас на тонере а далее как обычно сверлим отверстие чтобы подвесить плату в травильне и я отравлю исключительно хлорным железом потому что на мой взгляд это максимально эффективно и легко но почему-то каждый раз находятся люди причем как в комментариях на ю тубе как и в жизни которые пытаются меня переубедить и заставить перейти на грёбанную лимонную кислоту и перекись водорода я честно говоря не знаю что у этих людей в голове ладно если вы сами занимаетесь гомосексуализмом но зачем мне то это навязывать у меня в жизни вроде бы все и с хлорным железом хорошо результат после травления вы видите сами тонер соответственно смывается очень просто ацетоном 646 до практически чем угодно если хорошо потереть он все равно смоется а мои друзья из компании писи биво и передают вам огромнейший привет потому что они все еще продолжают делать печатные платы но помимо этого можно заказать и 3d печать и литье под давлением и даже чиповую обработку любой сложности и самое интересное то что все это делается просто превосходного качества и в кратчайший срок а вот ссылку на моих друзей и партнеров ты как обычно можешь найти в описании первым делом я буду припаивать радиатор потому что это единственная деталь у меня на плате которую действительно нужно будет хорошенечко прогреть в этот раз мы будем использовать bta 140 это более мощный семистор чем bt 139 который мы использовали раньше средняя нога нам с вами от семистора не понадобится потому что ее дублирует радиатор а радиатор у нас припаян к плате думаю вы и поняли смысл благодаря этому кстати и ноги находятся более удаленно друг от друга и плату разводить удобней далее друзья комментировать особо нечего потому что идет обычный монтаж платы и да и поэтому нарезочка музычка таймлап все как положено перемычку я ставлю не потому что по разводке платы какие-то проблемы а потому что необходимый потенциометр на 470 к а у меня в наличии есть только на 200 к ну и возможно понадобится сместить диапазон регулировки впаяв сюда резистор а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая получилась плата, по сути подключаем через провод питания, через клеммники подключаем нагрузку, хотя клеммники на самом деле ставил не для того, что они мне здесь именно нужны, а чтобы сделать плату более универсальной и через потенциометр соответственно димируем. Я не буду лукавить и честно вам скажу, что подобную платку можно купить на алиэкспрессе рублей за 100-150, ну и получается, что купить гораздо выгоднее чем сделать. Но у нас на канале речь идет не о выгоде по сути, а о каком-то удовлетворении, о каком-то развитии, тем более, что я пообещал будет видео, где объясню как это все работает, чтобы вы могли сами подобные штуки проектировать. Да и вообще, DIY бессмысленен и беспощаден и является дорогим удовольствием, даже если шарится по помойкам в поисках радиокомпонентов. Как вы поняли, я сделал платформу небольшую, чтобы это все закрепить, это на самом деле чисто чтобы вам показать, испытать и уже через пару минут эта платформа отправится в помойку, потому что в этот раз будем делать корпус. А прежде чем испытывать, вам необходимо узнать две вещи. Первое это то, что оголенные контакты языком не касаться и второе то, что ручку потенциометра без изолятора не крутить, там может быть фаза. Хотя, если вы не малолетний дебил понимаете, что делаете и в какой среде находитесь, то в принципе можно. В общем, друзья, подключили лампочку, начинаем испытание и начинаем, собственно, крутить потенциометр, смотреть как меняется яркость лампочки. И тут мы с вами сразу же видим, что диапазон нашей регулировки с потенциометром в 200К не позволяет полностью затушить лампочку. Вообще мерить напряжение мультиметром в данном случае абсолютно неправильно, потому что амплитуду мы своим устройством не уменьшаем, а режем синусоиду. А алгоритмы, заложенные в мультиметре, просто не предназначены, чтобы с таким сигналом адекватно работать. Но с другой стороны, несмотря на то, что мы видим изменение напряжения с большой погрешностью, тем не менее мы это изменение видим. И главный вывод, который мы с вами можем сделать, это то, что регулировка у нас сейчас находится в верхней части диапазона. Для начала мы меняем на потенциометре провода местами, чтобы у нас увеличение происходило по часовой стрелке, а то бесит немного. Тут проблема заключается в том, что потенциометр должен быть и рассчитан быть на 500 кОм, а у меня стоит на 200, и соответственно весь диапазон по сопротивлению, которое необходимо добавить, у нас не покрывается. Для наглядности эксперимента я предлагаю добавить резистор на 300 Ом, просто обычный статичный, ну то есть получается, что 200 потенциометр, 300 обычный резистор, и в сумме 500 Ом у нас там будет. И это позволит нам сместить диапазон регулировки с потолка на пол. Давайте посмотрим, что у нас получилось, теперь когда мы крутим ручку потенциометра, у нас лампочка может полностью погаснуть, но при этом до упора, когда ее поворачиваем вправо, то лампочка на 100% максимально не разгорается. Этот нюанс я думаю мы оставим на потом, достаточно просто поставить потенциометр, которого в наличии сейчас просто нету, и начинаем заниматься корпусом. Корпус у меня будет с реальной розеткой, чтобы подключать к нему какие-то настоящие электроприборы, у которых есть вилка. И чтобы эту розетку мне организовать, мне проще всего вынуть из настоящей розетки готовые уже контакторы с корпусом, и использовать именно их. Что-то подобное мы уже с вами проделывали, когда собирали интернет-розетку. Что касается дизайна, я если честно сильно не запаривался, поэтому дизайн получился всратом. Еще и голова медведя летающего дала дубу в очередной раз, и модель получилась вся в соплях, поэтому прошелся шкуркой, что конечно же внешнего вида не прибавило. Но модель оказалась вполне целой, прочной, поэтому перепечатывать не стала, опять же DIY это не про эстетику и красоту зачастую. Опять же по сборке здесь объяснять что-либо и рассказывать не имеет смысла, все это есть на кадрах, которые я вам сейчас покажу. А вот соответственно и верхняя крышка, соответственно одна из ее частей. Только в этот раз я абсолютно забыл заложить отверстие для фиксатора потенциометра от проворота, но по факту это не является проблемой для человека, у которого и есть шуруповерт. К этому времени я уже нашел 500 килоомный потенциометр, и припаял уже его, чтобы получить полный диапазон регулировок. Также можете обратить внимание, что на верхней крышке у меня теперь еще и имеется черная накладка. На самом деле в жизни смотрится гораздо лучше, чем на камере. Также подготовил ручку, чтобы так сказать закончить нашу композицию. Получилось честно говоря не то чтобы прям совсем удобно, но вполне таки нормально. И какого-то дискомфорта при регулировке я просто не ощущаю. И испытания показали, что абсолютно все работает, что у нас регулировка происходит на всем диапазоне от максимальной яркости до того, чтобы полностью лампочку нашу погасить. Собственно вот такой получился прибор, вот такой получился дизайн. Может быть что-то не идеально, но все при этом работает. Я знаю, что данная регулировка через семистор, через срез синусоиды, она больше всего подходит именно для каких-то постоянных нагрузок. То есть для лампочек, для нагревателей. И я знаю, что многие сейчас задались вопросом, что получится ли им регулировать, например с помощью такой штуки, обороты двигателя, к примеру болгарки. И в принципе конечно же получится, но есть некоторые нюансы, поэтому предлагаю переместиться в гараж и попробовать порегулировать. Вот смотрите, у меня стоит сверленный станок, запитываем его просто от обычной розетки. И на патроне у меня стоит маркер в виде наклеенной изоленты. Тахометр нам показывает порядка 600 оборотов в минуту, что собственно соответствует табличке на станке при работе на текущей передаче. Теперь подключаем станок через нашу хрень, начинаем ручку постепенно крутить в сторону меньше и соответственно мерить обороты. Ну и тут фишка заключается в том, что как бы я не уменьшал, обороты абсолютно не изменяются, так и остается порядка 600 оборотов в минуту. При этом меняется звук работы двигателя, я бы сказал становится более тревожным. Но скорость не изменяется до тех пор, пока я не гашу до такой степени, что двигатель просто перестает крутиться. И условно данный эксперимент говорит нам о том, что регулировать обороты получится далеко не у всей аппаратуры. А почему конкретно у сверлильного станка не получается у этого регулировать, я надеюсь, что вы мне в комментариях напишите, тем более, что эти темы мы с вами не раскасали. Теперь же давайте поэкспериментируем за болгаркой, обороты замерить не получится, потому что метка из изоленты мгновенно слетает на этих оборотах. Но с другой стороны мы с вами и без всяких замеров отлично знаем, что обычная болгарка крутит порядка 12 тысяч в минуту. Как я понимаю в болгарке у нас стоит гибридный двигатель, вот примерно то же самое он представляет из себя, то что вот недавно мы подключали движок от стиральной машины. Особенность в том, что это двигатель с щетками, который работает от переменного тока. Ну и крутится невообразимо бешеными скоростями. В общем я подключил наш прибор, заранее уменьшил мощь, наклеил маркер и сейчас я думаю, что даже на камеру видно, что во-первых она долго раскручивается, во-вторых крутит не так много, как обычно вот до этого крутило. Сейчас нам прибор показывает измерительный 2500 оборотов. Можно по всякому ручку покрутить, по чуть-чуть конечно же и значения также по чуть-чуть будут меняться. Вот например я сейчас занизил и у меня сейчас 2000 оборотов. Меньше кстати говоря с болгарки таким способом я получить не смог, она уже просто начинает тормозить. Но главный прикол заключается в том, что если мы ее к примеру настроим там на 2500 оборотов на 3 и попробуем ей попилить, то при нагрузке обороты у нас будут очень сильно проседать и падать и вообще диск остановится. Если говорить по-простому, то это связано с тем, что в штатном режиме работы, когда болгарка крутится там 12000, то двигатель по своим характеристикам рассчитан на определенные нагрузки для того, чтобы там всякое пилить, точить. Но если мы его по питанию недокармливаем, то проседают не только обороты, но еще и моменты, и соответственно этого двигателя на обычные уже для него нагрузки просто не хватает. Тогда почему же плата управления двигателем астеральной машины, имея практически такой же алгоритм работы, не позволяла двигателю терять обороты, а всегда их удерживала, какая бы нагрузка на вал не ложилась. А дело в том, что там присутствовала обратная связь и как только обороты начинали проседать, плата давала двигателю немножко больше мощности, больше свободы и соответственно позволяла тем самым удерживать одни и те же обороты. И из этого мы с вами можем сделать вывод, что для подобных операций наш диммер не очень-то подходит, если конечно же только нагрузка на двигатель не будет абсолютно постоянной. Ну что же друзья, на этом я на сегодня заканчиваю, как всегда надеюсь, что вам было интересно. Обязательно скоро выйдет видео, где мы разберемся с химотехникой этого диммера, и если вам будет понятно, как оно устроено и работает, то соответственно вы сможете спроектировать подобные системы уже самостоятельно. С вас лайк и комментарий для поддержки канала, а я же с вами прощаюсь. Пока-пока!